Морозы пришли на Алтай. Столбик термометра в некоторых районах ночами опускался до минус 40 и даже до 44 градусов. Такая погода продлится еще несколько дней, обещают синоптики. Будет ли региональный МЧС в этот период работать в усиленном режиме? Что делать, если морозы застали вас вдали от населенных пунктов? Как избежать обморожений? Не только об этом поговорим сегодня с Максимом Залюбовским, заместителем начальника отдела предупреждения о чрезвычайных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот морозы под 40 вообще можно считать аномальными для нас? В целом аномалии это отклонение от средних показателей от нормы. Принимая во внимание, что для города Барнаула среднемесячная температура в феврале составляет днем минус 10, ночью минус 16 градусов Цельсия, снижение температуры до минус 37-39 градусов по Цельсию следует считать аномальным. Усилены ли меры по количеству сотрудников МЧС, например, на трассах? В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации номер 794 2003 года, для единой государственной системы по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций определены три режима функционирования. Это режим повседневной деятельности, режим повышенной готовности и режим чрезвычайной ситуации. Каждый режим характеризуется определенным набором обязательных мероприятий. В частности, при режиме повседневной деятельности осуществляется постоянный мониторинг опасных природных метеорологических явлений. В случае необходимости будет принято решение и введен режим повышенной готовности, который подразумевает ввод дополнительной техники, привлечение дополнительных сил и средств, а также выполнение ряда мероприятий превентивного характера, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера на территории Алтайского края. Ну вот на данный момент та самая ситуация, когда необходимо все эти меры предпринимать? В настоящий момент проходит мониторинг ситуации. В случае необходимости такое решение будет принято. А пункты обогрева работают на трассах в случае ЧП? Ну если машина сломалась, к примеру. В Алтайском крае созданы порядка 170 пунктов обогрева в муниципальных образованиях, из которых 105 стационарных и 65 мобильных. То есть выполненных на основе подвижной техники, это автобусы, автомобили и так далее. В случае необходимости они будут задействованы, и все пострадавшие будут перемещаться в пункт обогрева для обеспечения элементарных условий жизнедеятельности, то есть тепла и так далее. О чем стоит помнить человеку, если он вдруг выезжает за пределы населенного пункта, вот в такие морозы, как сейчас? В сильные морозы не следует выезжать за пределы города без острой необходимости. Если все-таки вы решились предпринять выезд за город, вы должны четко продумать маршрут, оценить риски, проверить техническое состояние автомобиля, полностью заправить его топливом, взять с собой запас теплых вещей, теплый чай, горячий чай с термосом, продукты питания, лопату, топор, спички, скотч малярный, газеты, средства связи и аккумуляторы запасные. Обязательно проинформировать своих родственников или близких о маршруте движения, о времени выезда и времени предполагаемого прибытия в конечный пункт, а также информировать их по ходу движения каких-то чрезвычайных ситуаций в случае необходимости. Ну и вот первые действия человека, если он встал посреди поля? Прежде всего, не нужно паниковать, соблюдайте спокойствие, внимательно оцените ситуацию, попытайтесь разобраться, что произошло. Если не получается восстановить исправное состояние автомобиля своими силами, немедленно звоните в службу спасения по телефону 112 или 101. Расскажите, представьтесь, кто вы, что с вами случилось, где вы примерно находитесь, и помощь придет к вам. В ожидании помощи постарайтесь согреться, надеть дополнительно теплые вещи, выпить чаю, утеплить автомобиль газетами. Далее, при помощи лопаты нагрести валики и закрыть проход воздуха по днищам автомобиля, для того, чтобы он меньше терял тепло. Ну и сохраняйте спокойствие. Но если все же обморожение, вот все сделал, а сам пострадал, избежать не удалось, какие меры? Если человек обморозился, ему необходимо оказать первую помощь. Сам себе. Сам себе, вот такая ситуация. Обморожение вообще бывает первой, четвертой степени. Первое, самое легкое, характеризуется изменением цвета кожи, небольшим отеком, покалыванием. Ну, прежде всего, нужно убрать негативное воздействие поражающего фактора. То есть, если человек находится на холоде, то постараться попасть в менее холодное. То есть, лучше, чем салон автомобиля, ничего придумать нельзя. То есть, его нужно утеплить, в общем-то, использовать продукты питания, которые вы взяли с собой, выпить обязательно горячего чаю. Если у вас обморожение начинается в Алдыри, вы видите, необходимо еще раз позвонить службу спасения, чтобы они вызывали дополнительно скорую помощь. И вот ждать прихода скорой помощи. То есть, обмороженное место нужно закрыть там тряпками, чем-то обмотать для того, чтобы оно сохранялось. Не нужно там лить кипяток на это место, это еще хуже вы сделаете. А вот как иногда бывает, щеки замерзли, тревших руками. Ни в коем случае нельзя растирать, особенно нельзя растирать. Дело в том, что обморожение идет с повреждением кожных покровов. И когда грязными перчатками или варежкой человек начинает растирать кожу, получается, что он болезнетворные микробы вносит. То есть, будет дополнительное поражение. Ну, вот еще люди думают, как нужно выпить горячительного. Не рекомендуется употреблять горячительные напитки в условиях низких температур. Это будет только хуже. Статистика неумолимо показывает, что количество замерзших и погибших, да, в количестве замерзших, большая часть, это лица, находящиеся в состоянии алкогольного пьянения. То есть, вот это все тепло, которое идет по организму, все это обман. Лучше использовать горячий чай из термоса. А когда вот по-вашему, не знаю, есть какие-то данные или нет, морозы пойдут на спад в Алтайском крае? В соответствии с краткосрочным прогнозом Алтайского гидрометеоцентра, в ближайшее время у нас два пика холода. Первого, второго февраля, а также с пятого по восьмое. В соответствии с долгосрочным прогнозом, на третью декаду февраля, примерно на середину, также ожидается, прогнозируется волна холода, которая продлится от четырех до пяти дней. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Ну а я напомню, что сегодня у нас в гостях Максим Залюбовский, заместитель начальника отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Субтитры создавал DimaTorzok